Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами обсудим, почему свадьбы не будет в следующем году. Готовы? Погнали! Это видео я записываю для тех, кто рассуждает так. Мы сейчас просто распишемся, подкопим деньги и в следующем году организуем свадьбу. Девчонки, у меня для вас плохая новость. К сожалению, свадьбы в следующем году у вас не будет. Я могу это утверждать не потому, что мне так захотелось, не потому, что я это придумала себе, а потому, что это горькая правда, о которой не знают и не подозревают ни одни молодожены, которые рассуждают так, как я сказала в подводке к этому видео. Итак, на эти грабли наступили уже слишком много невест. Наверное, вы уже спрашиваете, а почему не будет свадьбы-то? Мы же вот копим деньги, мы же вот площадки смотрим, мы вот всех уже подрядчиков посмотрели, мы уже даже предполагаем, кто у нас будет работать. Уже всех выбрали, определились, почему же у нас не будет свадьбы. Но прежде чем я скажу причины, по которым у вас не будет свадьбы в следующем году, рекомендую сделать первый шаг к тому, чтобы свадьба у вас все-таки состоялась. Это выбрать банкетную площадку для вашего будущего мероприятия. Сделать это можно на свадебном портале Event for Me. Вы заходите на портал в раздел «Каталог». Здесь большое количество различных банкетных площадок, где вы, в принципе, можете выбрать то самое место, где может состояться ваше мероприятие. Для этого вам нужно зайти в раздел «Каталог», выбрать площадки, которые вам понравятся, и можете посмотреть сразу, какие свадьбы проходили на этой банкетной площадке, сколько стоит банкетная площадка, что входит в стоимость, где конкретно находится банкетная площадка, почитать отзывы и связаться для того, чтобы узнать поподробнее про эту банкетную площадку. И, может быть, уже даже сделать заказ, чтобы все-таки свадьба у вас состоялась в следующем году, и чтобы не получилось так, как я расскажу сейчас в этом видео. Итак, почему же у вас не будет свадьбы в следующем году? Давайте начнем. Первое – это просто обычная, без каких-либо причин, статистика. Из всех невест, с которыми я вообще где-либо пересекалась за всю свою практику, за всю свою жизнь, на своем канале, в организации свадеб, в тех свадьбах, где работа не началась, ничего не забронировано, не подписаны договоры с банкетными площадками, не подписаны договоры с подрядчиками, то 99,9% что свадьбы не будет, 100%. Второе – это поменялись интересы. Ну, например, успели родить ребенка, и свадьба уже совершенно неактуальна. Я могу сказать по себе, что когда рождается ребенок, все остальное уходит, вот действительно уходит на второй план. Поэтому если повод устраивать свадьбу, мы родим ребенка, а потом после рождения ребенка сделаем мероприятие, то я хочу вас огорчить, свадьбы на 100% не будет, потому что вам будет реально не до этого. Когда у вас появляется маленький человек, который требует внимания, который так похож на вас, все остальное действительно уходит на второй план. Вам совершенно уже не интересны свадьбы как таковая, вам не интересно все, что связано с мероприятием, вы переключаетесь на другую тематику, начинаете смотреть другие видео, видео уже про ребенка, да, начинаете читать другие форумы, начинаете общаться с другими людьми, которые рассказывают про детей, начинаете слушать педиатров, да, а не рассвадебных организаторов. То есть действительно смещаются приоритеты настолько, что потом возвращаться к свадьбе уже, ну, как-то неактуально получается. Третье – это переехали в другой город. Да, действительно, такое случается, что-то поменялось, какая-то ситуация изменилась, да, что-то произошло, что вы вынуждены переехать в другой город, ну, вроде уже расписаны, ну, зачем нам, в общем-то, свадьба. Действительно, такие случаи не редкость, и в моей практике тоже были такие случаи, когда ребята успели расписаться, в итоге переехали не просто в другой город, а переехали в другую страну, но при этом планировали делать мероприятие. Они сначала планировали, что сделают мероприятие через год, потом через два года, но в итоге свадьба не состоялась. Когда мы с ними общались, они говорили, ну, как-то уже хочется ребёночка родить, вот как-то вот уже вроде уже и неактуально, да. Четвёртое – это, опять же, сместились приоритеты и решили вместо того, чтобы сделать мероприятие, купить машину, квартиру, дачу, шубу, ещё что-то, да. То есть смещение приоритетов – это нередкий случай, когда действительно ребята отказываются от свадьбы в пользу чего-то, да, в пользу каких-то вещей, в пользу каких-то материальных ценностей. Часто общаюсь с разными людьми, в том числе с разными людьми по возрасту разными, да, и нередко было такое, когда я общалась с людьми уже старшего поколения, которые говорили о том, что очень жаль, что мы в своё время не сделали мероприятие, потому что у нас были другие приоритеты, да. Вот мы хотели купить машину, вот мы хотели это купить, то в итоге у нас всё есть, но радость, да, радость, да, тоже была какое-то время, да, от того, что вот мы купили эту квартиру, машину там и прочее, но по факту сделать свадьбу мы так и не сделали, потому что для нас это было уже не актуально, а очень жаль. Мы не смогли собрать всех близких людей рядом, да, мы не смогли сделать единственный праздник в жизни, который вот делается действительно раз в жизни, и очень жаль, что это не произошло. Пятая, да, тоже очень популярная причина, почему свадьбы не будет, почему свадьбу не делают молодожёны, которые уже расписались, это просто не накопили деньги. Причём здесь может быть такое, что молодожёны откладывают подготовку, так как считают, что денег недостаточно, и неважно, о какой сумме идёт речь. Это может быть 300 тысяч, это может быть, там, 3 миллиона. О какой бы сумме мы ни говорили, для разных категорий пар, всё равно это мало денег для того, чтобы сделать достойную свадьбу, и ребята откладывают. И в определенный момент наступает такой момент, когда машина нужнее, чем собрать всех гостей вместе, когда что-то становится важнее, нужнее, а всё только потому, что посчитали, что этой суммы недостаточно. Шестое – это форс-мажоры, да, причём форс-мажоры, которые от вас не зависят. Это пандемия и, в общем-то, всё, что с этим связано. Причём все ситуации, которые возникают, они же вообще непредсказуемы. То есть сегодня вы думаете, что этого не будет, сегодня вы абсолютно уверены на 100%, что в следующем году у вас будет свадьба, вы абсолютно уверены, когда у вас будет свадьба, вы абсолютно уверены, что всё произойдёт хорошо, но наступает такая ситуация, что от вас независимая, да, что в следующем году происходит то, что вы даже не предполагали, да, форс-мажор, который вы даже не предполагали, и в итоге вроде как, опять же, возникают мысли, ну ладно, мы уже расписаны, хотя бы уж расписаны, ну свадьба, ну что ж поделать, значит, не суждено мне сделать свадьбу. Если вы всё равно думаете, что вы зарегистрируетесь, а свадьбу сделаете в следующем году, лучше, вот прям вот, знаете, положа руку на сердце, я вам очень рекомендую, сделайте свадьбу в этом году, неважно какую, лучше сделать хоть какую-нибудь свадьбу, чем свадьбы у вас вообще не будет никакой. Вот поверьте, есть статистика, есть масса историй, когда действительно ребята, невесты не могли сделать мероприятие, потому что всё поворачивалось совершенно по-другому. А потом, да, когда вы, когда проходит какое-то количество времени, когда у вас уже всё это есть, да, то, что вы купили, пожертвовав вот этим мероприятием, которое делается раз в жизни. Знаете, вот как горько и обидно, что вот в моей жизни ни одного праздника не было. Я знаю такие случаи, когда люди из-за того, что у них не было вот такого события, они стараются сделать какие-то яркие юбилеи, позвать там всех близких, собрать. Ну, вы же понимаете, что юбилей – это всё равно не свадьба, да. Я знаю случаи, когда невесты очень расстраивались из-за того, что мама, например, не дожила до их свадьбы, когда хотела побывать на этом мероприятии и мечтала увидеть свою дочку в свадебном платье, и мечтала быть рядом в этот день. Или папа не дождался, потому что ребята откладывали, потому что считали, что ну, под накопием, ну, вот в следующем году обязательно, ну, вот не хватает, ну, ещё что-то. Я знаю случаи, когда ребята сожалеют из-за того, что не сделали мероприятие, когда у них уже появляются дети, да, и они с горечью рассказывают, что, ну, у нас в нашей жизни свадьбы не было, пусть будет хотя бы у наших детей, да, и делают всё возможное для того, чтобы свадьба была хотя бы у детей. Я знаю случаи, когда мамы делают всё возможное, чтобы у их дочек состоялась свадьба, даже если они пошли по вот этому пути, когда ребята расписались и в итоге делают свадьбу спустя там несколько лет, но они делают всё возможное мамой, да, делают всё возможное, чтобы всё-таки у дочек свадьбы состоялись, потому что у них этого не было. Так вот, если вы думаете, что вас не коснётся эта ситуация, да, относительно того, что сейчас мы распишемся, а в следующем году сделаем свадьбу, то с очень большой вероятностью я хочу сказать, что вас это тоже коснётся. Сто процентов будет именно так, потому что от статистики, к сожалению, не уйдёшь. Пусть это будет не пышное мероприятие, пусть это не будет там какое-то пышное торжество, но соберите всех близких, сделайте мероприятие для ваших родных, для вас самих, да, для того, чтобы оно состоялось. Пусть это будет не 100 человек, не 50 человек, пусть это будет 20 человек, но самых близких. Я уверена, что все близкие очень ждут этого момента так же, как ждёте вы. Я уверена, что вы ни на минутку не пожалеете о том, что вы всё-таки решили сделать мероприятие сейчас, потому что пройдёт время, и вы будете вспоминать это и думать, да, действительно, если бы я отложила, скорее всего, свадьбы у меня всё-таки не было. Я искренне надеюсь, что вы ко мне прислушаетесь, я искренне надеюсь, что каждая девушка, которая достойна красивой свадьбы, которая достойна, в принципе, свадьбы, сейчас услышит мои слова и сделает так, чтобы в её жизни всё-таки свадьба была. И пусть она будет не в следующем году, а пусть она будет прямо сейчас, неважно, какие обстоятельства, неважно, какой бюджет, сделать это для себя и для своих близких, чтобы собрать всех-всех-всех вот прямо здесь, прямо сейчас и провести это время вместе с ними. Всего хорошего. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх к этому видео, обязательно напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу, и подписывайтесь на альтернативные источники связи со мной. Всё. Пока-пока.